здесь докладе очень много цифр я боюсь что читать их сейчас будет не очень для вас интересно и вы после служения литургии после обеда можете задремать ваших креслах очень удобно поэтому я просто скажу что социальное служение церкви за последние 25 лет выросла просто чрезвычайно 3600 социальных проектов десятки и сотни различных учреждений церковных десятки тысяч добровольцев еще большее число подопечных и социальное служение церкви сегодня уже воспринимается государством и государство за это благодарит церковь у нас была вчера встреча с ольга юрьевна голодец вице-премьером белом доме на который некоторые из вас участвовали и где ольга юрьевна отвечала на наши вопросы давала поручение министерством и ведомством исходя из наших потребностей из вопросов которые задавали участники этой встречи и мы говорили о взаимодействии церкви и государства в этом важном социальном служении ольга юрьевна говорила о тех проблемах которые есть как она их видит которые стоят перед нашим народом это первое во первых демографическая проблема я думаю что церковь единственная так сказать сила в нашем обществе который может помочь кардинально эту проблему решить если будем говорить нашим прихожанам что многочадия это радость это естественная обязанность человека конечно же те люди которые являются церковными православными они будут многодетными ольга юрьевна говорила о необходимости сохранения здоровья и говорила что сейчас наша страна вышла на рубеж по моему 75 лет средней продолжительности жизни 70 70 70 ну и планируется выйти на больший рубеж скажем финляндии люди живут до 80 лет я думаю что конечно наша с вами задача потому что жить так чтобы умер ты умрешь ли не тело пороками грехами это грех и нельзя своем теле не заботиться подавляют святые тела ослу которого конечно не нужно кормить досыта иначе он возьмет волю и будет так сказать владеть тобой но нельзя ни о нем не заботиться малоподвижный образ жизни наших жителей крупных городов конечно влияет на состояние здоровья я всех вас тоже призываю база о здоровье заботиться побольше ходить пешком пораньше лучше утром вставать помолиться сделать зарядку зарядку делал свидетель тихон помощи которому сами сегодня молились наверно об этом не знаете сейчас историки изучили очень подробно жизнь свидетеля тихона и там рассказывается что им каждое утро дело обязательно зарядку так что мне кажется это пример достойное подражание хотя в его времена еще не было метро самолетов путешествовать можно было на лошади пешком а в наш век малоподвижности конечно мы очень страдаем от того что мало двигаемся так что это тоже конечно такая серьезная задача говорил ольга юрьевна необходимости поддержки семей с детьми многодетных семей она сказала что у нас вот период этого кризиса раньше бедное население россии составляла 17 миллионов сейчас составляет 22 миллиона люди которых официально считают бедными она увеличивается бедность населения народ у нас не щает и в основном бедными становятся как раз многодетные семьи и семьи с детьми потому что у нас нет освобождения от налогов таким таких людей нет каких-то дополнительных льгот для них если только это не какая-то большая многодетная семья сами будут очень маленькие и поэтому конечно же наша вами задача помогать именно таким семьям где много детей где они нуждаются во всякого рода помощи я думаю так и делаем у нас есть данные по нашим добровольцам в основном добровольцы помогают как раз семьям с детьми наш съезд посвящен как раз добровольческой тематике и мы с вами об этом будем еще наверно говорить ну вот здесь приводятся разные данные что пожарах участвует 8 тысяч добровольцев у нас что у нас сейчас есть проекты это тоже говорили с Ольгой Юрьевной вы знаете что церковь теперь имеет право получать по закону деньги на свою социальную деятельность государство отказалось от монополии на социальную работу и социальной работой создавать социальные приюты детские дома для детей инвалидов другие какие-то учреждения помощи нуждающимся может церковь на деньги государства и нам с вами нужно очень внимательно отнестись к этому теперь новому положению изучить законы с этим связаны и мы будем вас консультировать здесь будем помогать в этом но вот это тоже замечательное через 25 лет свободы церкви мы получили такую возможность как все развитые европейские страны получать государственную поддержку официальную не в качестве грантов которые единовременные субсидии которые имеют временный характер а в качестве оплаты всего того что мы с вами делаем конечно это будет не это в райе говорю про россию не конечно может быть трудно это сделать но нельзя этим пренебрегать нельзя это возможно надо поработать потрудиться привлечь людей которые могут помочь здесь юристов бухгалтеров которые могут посчитать продумать это стать в этом деле профессионалами это очень важно потому что с помощью этой поддержки финансовой мы сможем создать учреждения которые качественно будут отличаться от учреждений государственных и от детских домов для детей инвалидов и одному престарелых и от больниц и от центров помощи наркоманам там и алкоголикам мы имеем возможность вами сейчас показать вот тот потенциал явить который есть потенциал любви заботы и ответственности за то дело которое мы с вами делаем мне кажется это очень очень важный момент и преуменьшить важность этого мне кажется нельзя в развитии нашего социального служения нас поддерживает государства инициатива священного синода свящего патриарха по установлению дня трезвости 11 сентября она встретила поддержку со стороны государства ольга юрьев очень много говорила об алкогольной угрозе для нашего народа конечно это алкоголизм имеет социальные корни и главное изменить экономические какие-то предпосылки из-за которых возникает алкоголизм люди пьют потому что нечего делать нельзя найти работу нечего нечем заниматься я помню еще во времена горбачева когда был была борьба с алкоголизмом я как-то беседовал с одним жителем нашего села где был наш храм который каждый день конечно был не совсем трезв я у него спросил ну что ты все время пьешь могут а чё делать-то и вот конечно это главная такая причина может быть пьянство но и причина того что люди не знают другой радости нет трезвого образа жизни они пропагандируются надо как-то помогать людям отдыхать не опьяняя себя вином не принимая наркотики а находить радость в дружеском общении в самодеятельности в пении общенародном как вот владыка устраивать вся в епархии поют мне даже беженцы вот мы во всяких других инициативах которые конечно должны поддерживаться нами для того чтобы люди понимали что трезвость это радость мы когда сами причем святых христовых тайн после тайно совершительной молитвы когда предстоятель архиерея или священник благословляет святые дары помните что говорит священник какие слова в анафоре будет мне причащение в отрезвение души вот это первое о чем мы молимся после приложения святых даров вот эти слова нужно обязательно произносить с пониманием и учиться этой трезвенности не только в отношении вина но в отношении всех других страстей потому что может себя опьянять и блудной страстью можно опьянять себя и там карьерными какими-то мечтами можно чем угодно себя опьянять нужно прийти в трезвое такое состояние трезвое возможно только вообще не с богом конечно вот об этом нам сами нужно конечно говорить обязательно потому что чек может перестать пить но подсесть на какую-то другую страсть на интернет зависимость какую-нибудь или еще на что-нибудь так что тоже конечно вещь такая очень важная у нас сейчас действует в церкви по нашим подсчетам более 400 групп милосердия более 200 добровольческих объединений что конечно очень замечательно но все-таки мало для нас и нам нужно думать о том как сделать так чтобы наши прихожане своем большинстве стали нашими добровольцами помогали нам социальным служением у государства есть разные формы добровольческой деятельности это экологическая деятельность конечно важная это какая-то другая деятельность что-то еще делают добровольцы но мне кажется главное что может привлечь человека это как раз помощь своим ближним участие в делах милосердия и очень важно к этому людей наших привлекать но дорогие уже есть позвольте на этом закончу чтение своего этого доклада могу вам потом кто хочет может почитать почитать все цифры которые там есть они на раз очень интересные но это был доклад такой итог я хотел просто рассказать всем вам и святейшему патриарху и присутствующей там прессе людям как много церковь сделано думаю что вы сами знаете что церковь сделала немало об этом можно почитать в нашем сайте поэтому давайте мы с вами перейдем к следующей очень приятной процедуре к вручению премии надежды монетовой